Одесская киностудия свой вековой юбилей отмечает нестандартно. Ее бывшие сотрудники сегодня собрались у стен храма кино. И не для того, чтобы отметить праздничную дату, а для того, чтобы почтить память славного прошлого киностудии. По словам активистов, за годы правления частного акционера Александра Ткаченко и директора Андрея Осипова, киностудия не сняла ни одного фильма. Сюда приезжали арендаторы, приезжают киностудии, которым нужно снять какие-то эпизоды одесского нашего колорита. А Одесса не снимает, к сожалению. Экс-сотрудники вспоминают, во времена Советского Союза на одесской киностудии работало почти полторы тысячи человек. С приходом нового руководства штат значительно сократили. Сейчас здесь трудятся от 30 до 50 человек. Реализовать творческие идеи, наконец приступив к съемкам с таким штатным расписанием, невозможно. Там в отделе кадров лежит моя трудовая книжка. Последний раз работа и зарплата на одесской киностудии у меня была в 2003 году. Ни работы, ни зарплаты, ни пособия по безработице, ни отчисления в пенсионный фонд. В свою очередь директор киностудии уверяет, что процесс кинопроизводства в студии идет полным ходом. За час, в который я тут работаю, а это уже третий год, одесская киностудия приняла участь в более 20 проектах. Приблизно 30-40% из них профинансованы государством. Все остальные – это приватные проекты. Пришел проект, должна быть выбрана группа, которая снимает. И не важно, где он находится. Руководство киностудии говорит, фильмы производятся, но с привлечением иногородних, иностранных режиссеров, сценаристов, актеров и других участников съемочного процесса. При этом возникает другой вопрос, можно ли в таком случае назвать фильмы продуктом одесской киностудии. Одесская киностудия предоставляет свои услуги с костюмами или с осветительной аппаратурой и так далее, и называет, что это наш фильм. Это же не наш фильм, это чужой фильм. Поэтому какие-то в активе студии записаны фильмы. Но это не фильмы, которые одесская киностудия запустила сценарий, сняла, смонтировала, продала. Это так, ну где-то примазали. Не менее волнующая тема для небезразличных горожан – это приватизация одесской киностудии. Еще с 90-х годов всем была известна формула акционирования, обанкрочивания, приватизация. То есть кто-то как бы напополам или каким-то другим паритетом входили как акционерное общество, доводили предприятие до краха и потом полностью приватизировали. После чего это предприятие переставало вообще существовать. Активисты опасаются, что руководство киностудии видит вне перспективу стать очередной площадкой для строительства. Оппоненты протестующих эти слухи отрицают. Нет ни экскаваторов, ни забудов, ни фундаментов. Тут, на этой территории, не планируется строить многоповерховки. Отмечу, что 50% плюс одна акция сейчас находится в собственности государства, а 50% минус одна акция в собственности гендиректора телекомпании «1 плюс 1» Александра Ткаченко. Руководство киностудии выступает за ее полный переход в частные руки. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, Телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова